В этом уроке мы с вами разберем, как русифицируются различные расширения, которые от разработчика не имеют русского языка. Вот каталог нашего сайта, и здесь мы видим структуру папок. Файл с языками может находиться в зависимости от того модулята, компонент или что-либо еще. Он может находиться здесь в различных папках. Давайте, например, перейдем в папку Администратор. Здесь у нас есть папка Языки. И в ней такая структура. Есть файл с английским языком, en-gb, и ru-ru. Если мы перейдем в английскую папку, то здесь мы видим множество языковых файлов. Большинство из них имеет расширение ini. Поднимаемся на каталог выше. Теперь заходим в русскую папочку. Здесь также все переведено. И давайте зайдем в любую из них. Например, вот в эту. И здесь самая ключевая строка, которая нам пригодится. И мы должны ее помнить всегда. Все ini файлы мы должны сохранять в utf-8 без бомб. И вот это у нас главное. Чтобы не было кракозябы. С этим мы с вами разобрались. И теперь давайте русифицировать. Для этого я сейчас вернусь в корневую часть каталога. Все. Перехожу в Firefox. И мне нужно русифицировать вот этот вот модуль. RocksPocket он называется. Мозаик. Здесь вот я убираю какое-либо из этих слов. И мы будем искать его в файлах. Теперь выбираем какое-нибудь слово, которое наверняка будет встречаться как можно реже. Например, random. Заходим в Total Commander. И вот здесь вот делаем поиск по файлам. Искать файлы. Если вы хотите сэкономить время, то пишем здесь. Yen-gb. То есть языковой файл. Так скорее всего и будет называться. С текстом random. И нажимаем начать поиск. И вот у нас всего лишь 12 результатов. И как я уже отмечал, у меня называется расширение под названием Mosaic. Как раз очень похоже. Папка с языками. Давайте проверим. Перейти к файлу. Возвращаемся назад здесь повыше. И мы видим, что папки RURU нет. И нам придется ее здесь создать. Я нажимаю F7 для создания нового каталога в Total Commander. Пишу здесь RURU. Нажимаю ОК. Теперь перехожу в эту английскую папочку. Отсюда я выдергиваю этот файл. Захожу в RURU. Сюда вставляю этот вот файлик. Здесь его переименовываю. Следующим образом. RURU-RURU. Все. Нажимаю Ctrl-Enter. У меня здесь все сохранилось. Теперь открываю этот файлик. И вот здесь вот делаю свои переименования. Здесь ставлю по умолчанию. Здесь ставлю заголовок. Здесь ставлю дата. А здесь ставлю случайный. Теперь захожу в кодировки. Преобразовать в UTF-8 без BOM. Как и было написано в том файле. Нажимаю Ctrl-S. Сохранить. И теперь перехожу на сайт. Обновляюсь. И мы видим, что у нас все успешно переименовалось. А теперь мы с вами быстренько рассмотрим одну фишку. Переходим в админскую панель. Администратор. Переходим в расширение. Менеджер языков. И вот здесь вот у нас языковые пакеты сайта. То есть, если я сейчас выбираю здесь английский. То у меня автоматически активируется вот эта вот папочка. И в ней подгружается уже вот этот вот файлик. Смотрим. По умолчанию нажимаю английский. И сейчас у меня будут подгружаться английские языковые файлы. Администратор. Так. И как мы видим, что у нас здесь опять встал по-английски. А теперь я ставлю русский язык. Обновляюсь. И опять все по-русски. Также в целью безопасности в каждой папочке Joomla у нас имеется вот такой вот индексный файл. Если вы создаете новые каталоги, как в нашем случае, вот мы русифицировали, то туда нужно также вкладывать этот индексный файл. Берем какой-нибудь, например, этот. Копировать и вставить. Ну вот, мы с вами и научились русифицировать наш сайт. На этом урок я оканчиваю.